МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом эфире радио Крымреалия Сергея Макрушина. Микрофона. Напомню, что нас слышно на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте Крымреалия. Бесплатно позвонить нам в эфир по телефону и принять непосредственное участие. Может, каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. ТЕМА ДНЯ 12-й день продолжается голодовка Олега Сенцова. 68-й день продолжается голодовка Владимира Балуха. Поговорим о том, как можно помочь украинским политзаключенным в России и аннексированном Крыму. Что происходит с Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом? Есть ли реакция в России на такие действия украинских политзаключенных? Давайте начнем с реакции, которая есть в Украине. В Министерстве иностранных дел Украины озвучили число украинских политзаключенных в соседней России. По данным ведомства, их насчитывается по меньшей мере 24 человека. Что касается аннексированного Крыма, здесь в заключении прибывают более 40 человек. По информации правозащитного центра «Мемориал», опубликованный в октябре 2017 года, число политзаключенных в России составляет 117 человек. В список также включены крымчане. Руслан Зитулаев, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Александр Кольченко, Александр Костенко, Олег Сенцов. В этом году список пополнился именем крымчанина Владимира Балуха, который после российской аннексии полуострова открыто высказывал свою проукраинскую позицию и отказывался снять флаг Украины с крыши собственного дома. На пресс-конференции об объявлении голодовки украинским политзаключенным Олегом Сенцовым пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца заявила, что МИД рассматривает обмен Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Марьяна Беца рассказала также, что сейчас делает МИД Украины в вопросе освобождения украинских политзаключенных в России. Мы сразу, как только мы получили информацию от адвоката, что голосовал Олег Сенцов в голодовании, мы направили, первое, ноту консула до соответствующих органов, чтобы все-таки снова отрабатывать дозвіл на встречу с Олегом Сенцовым. После этого ноту МЗС Украины до МЗС РФ с вимогой отрабатывать доступ. Хотя еще раз подкрасываю, что за четыре года, что Олег незаконно засуджен и пребывается в РФ, мы ни разу не отримали, независимо на сотни звернений, доступ до Олега Сенцова и Конченка. Російська влада мотивуется абсолютно незаконно тим, что они являются гражданами РФ, хотя они никогда не набывали гражданства РФ, никогда не выходили из гражданства Украины. И это подтверждено низкой документов. Разом з тим, независимо на наши частные звернення, за последний рік, я могу сказать, их было больше 20, что до Олега, с боку наших консульев и с боку МЗС, до російської влади на зустріч с Олегом. Мы не отримали цего дозвола. Протягом всех четырех лет, по отношению до всех политвязников, то есть мы списками подавали, это было близко 300 нот звернений, заплатив до компетентных органов РФ. А разом з тим, по Олегу Сенсову пройшла чітка відповідь по Олександру Кольченку, что мы не дамо такий досвід. Тому досить тяжело боротися саме в цей площадке. Но мы не опускаем руки. Я могу запевнити, что приоритет для МЗС Украины и для уряда Украины, это действенное извольнение всех наших политвязников. И наши консули, и МЗС працюют щодня. Я очень надеюсь, что в юридическом площадке, если это не вдастся решить, это вдастся выключить только политическом площадке, ни шляхом проговорив. Продолжаем эфир. Напомню, что условием прекращения голодовки Олег Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Давайте послушаем теперь сестру Олега Сенцова, Наталью Каплан. Она говорит, что объявление о голодовке было жестом отчаяния. Голодовка лично для меня стала неожиданностью, хотя Олег пытался подготовить свою маму. Он просил ее не переживать, когда она узнает новости. Но, тем не менее, она узнала. И, честно могу сказать, состояние ее это сильно подрывает. Что касаемо Олега, это явно последний жест отчаяния. Четыре года я ему передавала все, что происходит вокруг его имени. Но, как видно, ВОЗ и ныне там. Он перестал верить на свое освобождение. И этой голодовкой он пытается приблизить освобождение других политзаключенных. Не просто так голодовку он объявил перед чемпионатом мира. Это тоже такой информационный повод, чтобы украинских политзаключенных услышали как можно больше людей. С нами на связи Владимир Чикрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Говорим мы о голодовке Владимира Балуха и Олега Сенцова сегодня в эфире. И о том, что может помочь делу освобождения украинских политзаключенных. Сейчас проходят акции. Акции в поддержку Олега Сенцова, Владимира Балуха, всех политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах и в тюрьмах аннексированного Крыма. По вашему мнению, что здесь еще можно сделать? Любые действия, которые связаны с Олегом, они, безусловно, будут полезны. Потому что, как показывает практика, у нас до сих пор есть люди, которые не слышали не то, что про Владимира Балуха, а даже про Олега Сенцова. Потому что у нас информационное наполнение наших основных телеканалов потейной Крыма явно недостаточно на сегодняшний день. Можно ли говорить о том, что сами крымские, украинские политзаключенные таким образом снова подняли тему удержания граждан Украины в российских тюрьмах по политическим мотивам в тот момент, когда интерес к этой проблеме фактически уже сходил на нет? Да, безусловно. Потому что изначально тема, когда Владимир Балух начал задавать, очень многие этим интересовались. Сейчас видно, что идет спад к этой теме. И Олег, можно сказать так, подхватил эту инициативу и не говорит, что он последовал именно у Владимира Балуха. То есть это было его совместительное решение. И видно, что это не как в случае с Владимиром Балухом, когда он принимал национальное решение. Он не готовился к голодовке, он сразу начал заниматься. То есть Олег полтора месяца готовился. То есть это осознанное решение, думанное, спланированное и четкое. Давайте послушаем комментарий адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзы о важности общественной и правозащитной поддержки. Как человек могу ответить, но не как юрист. Но, собственно говоря, конечно, акции надо протеста против таких вещей устраивать. Требовать освобождения общественного. Потому что общество все-таки имеет определенную власть. Какие бы ни были диктаторы, харизматичные личности, общество себя, мне кажется, недооценивает и всегда имеет возможность бороться. Я почему так говорю, потому что я видел, как борются те же самые, посирают за своих активистов. Их там немного, но они такое устраивают. Это просто уму непостижимо. И с ними ничего сделать нельзя. Они все в рамках закона и ничего они не нарушают. Они просто выходят и начинают, так скажем, изнанку все показывать, на нервы действовать. И, соответственно, достигают определенных своих целей, которые вроде бы нельзя достигнуть. Но этот ажиотаж, который держится в течение двух-трех недель вокруг той же самой колонии в Мордовии держался. Соответственно, я считаю, что люди могут сделать очень многое. Могут потребовать от российских властей. Но взять петиции, подписать элементарно, так скажем. Это просто надо сесть, подумать, решить, что ты можешь конкретно сам лично сделать или в сообществе с какими-то людьми. Я просто к чему это говорю. Вот, например, правозащитные движения в России, они фактически, ну, так скажем, когда Олег начал голодовку, они мне позвонили, представители правозащитного движения. Было высказано сразу, мы не можем каким-либо образом повлиять на власть. Мы понимаем, что требования Олега невыполнимы. И в этих условиях мы можем только направить письмо с поддержкой Олега. Ну, через меня. Вот, в принципе, все, что может, скажем, правозащитное движение в России. Это был комментарий Дмитрия Динзы, адвоката Олега Сенцова. Напомню, что продолжаем мы беседу с Владимиром Чикрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Сегодня 12-й день голодовки Олега Сенцова, 68-й день голодовки Владимира Балуха. Обсуждаем мы, что можно сделать в этой ситуации, как можно помочь украинским политзаключенным, которые содержатся в тюрьмах России и аннексированы в России Крымского полуострова. Дмитрий Динзы сказал о том, что происходит непосредственно в России. Да, мы говорим о том, что как раз российский режим удерживает украинских политзаключенных. Владимир, по вашему мнению, как-то может российское общество услышать о проблеме политзаключенных украинских и крымских? Интересно ли российскому обществу вообще эта проблема? Да, я уверен, что там проблемы еще меньше, чем у нас. Потому что у нас какие-то новости проскакивают Олега Сенцова, там, я думаю, что никаких. То есть активная часть интернет-общества, безусловно, в курсе его голодовки. Но опять-таки каких-то деталей, я думаю, они не знают, да и не особо следят за этой темой. Ну, а что касается акций, наше общество, мы должны себя вести гораздо активнее. Потому что поступает даже много критики на те акции, необычисленные, которые происходят. Что они туда вышли, не того требуют, не у тех требуют. Я считаю, что надо участвовать во всех акциях и требовать от всех, от кого возможно. То есть максимально обращаться ко всем адресатам. И чтобы общество следило за этими акциями, их будет еще много в ближайшие дни. Поэтому по максимуму участвовал в них. Акции действительно... Чем больше людей, тем... Ну, потому что очень сложно требовать от иностранных наших партнеров, если они видят, что здесь даже общественной поддержки такой активной нет. То есть когда приходит там доста человек, должны прийти хотя бы тысячи. Акции действительно проходят. И подписчики нашей страницы на Facebook, например, могли видеть наши трансляции с акции под администрацией президента Украины. И с акции, которая прошла в четверг под зданием посольства Российской Федерации в Киеве. Давайте послушаем участников этого митинга. В частности, на нем выступили освобожденные из плена боевиков украинский ученый Игорь Козловский и украинский писатель Андрей Кокотюха. Давайте послушаем и продолжим. Моя совесть не дозволяє мені відсиджуватися зараз, коли інші політв'язни страждають, тому я тут. Это вимушенный шаг. Я понимаю, это вимушенный шаг, но человек истинный шаг. В определенные моменты, я понимаю, что может быть какую-то хвилинку померти, а он это, мабуть, чувствует, потому что здоровье у него плохое. И он хотел бы, чтобы его смерть не была так не помечена. Он хотел бы сделать из этого акцию, такую художню, если можно, в хлопках. Но жертвенность, которую он сейчас проявляет, это жертвенность сведомой людини. Там нема никого, кроме какого-то обслуги и охорони. То есть, эту акцию проводят перед порожним местом. Я не знаю, какой будет эффект, но я уверен, какой эффект от этого будет, потому что так же есть головой об порожней стены. И Олег Сенсов, который оголосил голодование, я хочу оголосить не только на свою поддержку, не для того, чтобы вытягнули его. А он оголосил голодование до тех пор, пока не будут извольнены все украинские политвязни. Это означает, что он думает про всех. И мы должны думать и помнить, что он еще живет, что он еще тримается. И повторюсь, я бы не персонифицировал украинских вязников. Звольнити нужно всех, даже тех, чьи имена не широко известны, и те имена, которых мы с каких-то причин не знаем. Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать судьбу Олега Сенцова и Владимира Балуха, украинских политзаключенных. Всех остальных политзаключенных, которых по различным данным порядка 70 человек содержатся в тюрьмах России и аннексировано Россией Крыма. С нами на связи Владимир Чикрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, давайте резюмируем наш с вами разговор. Для тех наших радиослушателей, которые сочувствуют проблеме украинских политзаключенных, которые хотели бы как-то помочь и поддержать. Есть ли у вас совет, что делать, как человек может быть полезным в этой ситуации? В общем, это максимальное участие в акциях. Можно, кто ведет интернет-страдачки. Делайте перепосты всего этого. Если вы нашли акцию, даже не можете пойти к ней, но хотя бы известность своих друзей, может, кто-то из них сможет пойти. Ну и в условиях того, что пока что государство наше не оказывает реальной помощи семьям политзаключенных на то, чтобы как раз-таки поддерживать политзаключенных там в тюрьме, оплачивать от своих адвокатов. То есть, если есть такая возможность, находите родственников и помогайте им финансово. Спасибо, Владимир. Напомню, что с нами на связи был Владимир Чикрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Также я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также оставляйте комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на YouTube. И вот здесь наш зритель Facebook пишет. Ирина Владимировна пишет. Александр Шумков присоединился к голодовке Сенцова. Пишет. Напишите письма в посольство разных стран. Продолжим обсуждать то, как можно помочь украинским, крымским политзаключенным. С Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Максим, здравствуйте. Итак, что можно еще сделать для того, чтобы помочь политзаключенным? Здравствуйте. Я совершенно согласен с Агидором, который чуть ранее сказал, что на индивидуальном уровне им нужно помогать, прежде всего, информационно. Это проще всего, наверное, для этого даже не надо выходить на улицу, распространяя информацию. Но, конечно, принимать участие в акции солидарности, которые сейчас проходят. Их достаточно много в разных городах Украины и не только Украины. Если же говорить о организованных усилиях, то сейчас надо всеми доступными средствами стимулировать международную общественность, международные структуры и руководителей иностранных государств, особенно тех, чьи мнение важно для Кремля так или иначе, хочет того Кремля или нет. И вот это вот напоминание о том, что остается проблема украинских политзаключенных, которая не решается, и они содержатся на территории материковой России и оккупированного Крыма. Это сейчас доносится до последнюю неделю руководителей Германии и Франции, и президент Франции уже выступил по этому поводу. В скором времени будет саммит Большой Семерки в начале июня. Но, конечно же, очень важно надавить на болевые точки и для Кремля такой неполитической, но политической, тем не менее, болевой точкой будет чем-то на размере Большой Семеркинского, который будет проходить в России. Надо попытаться именно это событие не дать превратить в праздник футбола, пока в России в фильмах умирают полезокрещенные, наши полезокрещенные в том числе. Как это может выглядеть? Вот те люди, которые будут там в России на чемпионате мира по футболу, что они могут сделать? Ну, во-первых, надо понимать, что сама поездка на чемпионат мира по футболу, даже если очень любить эту игру и считать ее увеличением жизни, она не обойтетирование, уже несет с собой некую поддержку. Поэтому, если есть сомнения, ехать или нет, у тех, кто ранее собирался ехать, то надо об этом подумать, что это, конечно же, будет большой политический бизнес, и бизнес, так и политопсюченных. Поэтому бойкотирование – это одна из первых возможных стратегий, но и вторая, особенно, конечно же, для каких-то известных людей, и в отношении некоторых меньше риска физической безопасности, которые поедут все-таки на чемпионат мира показывать, говорить, доносить сообщения о том, что они требуют освобождения украинских полиозаключенных. Но, наверное, бойкот все-таки публичный бойкот с объяснением более ценно-эффективной стратегии. Разгорелась дискуссия после последних акций в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных. После той акции, которая прошла под администрацией президента Украины, многие говорят о том, что не стоит предъявлять претензии какие-то, потому что удерживаются политзаключенные как раз российским режимом, и все претензии нужно предъявлять туда. Что вы можете сказать по этому поводу? Достаточно ли делает украинская власть в деле освобождения украинских политзаключенных? Эта дискуссия достаточно характерна для нашей нынешней ситуации. Она была ожидаема. Честно говоря, она не приняла даже тех масштабов, которых я лично опасался. И для меня она несколько странна, потому что там, где власть подконтрольна народу, а за это, собственно говоря, выступали и выступают очень многие люди в Украине, и Олег Сенцов в частности, это ситуация, в которой люди могут притек власть и спросить, что именно она делает, чтобы освободить своих граждан из тюрем другого государства. Там же, где считается, что царь-батюшка сам разберется, он лучше знает, давайте его не отвлекать, мне кажется, что это как раз не тот путь развития, по которому Украине хотелось бы пройти. Никто не говорит о том, что наша политзаключенная находится в тюрьмах России из-за украинских властей. Естественно, это абсурдно, чтобы не сказать, что не это же мирно. Но надо использовать все имеющиеся методы. Поэтому в связи с требованием акции на банк администрации президента были в частности создание спецуполномоченного, который бы действительно координировал все усилия по освобождению и был в курсе того, что происходит, и с которым можно было бы связаться в частности с родственниками устников. Пока что, несмотря на многочисленные просьбы подобного человека поста с соответствующими полномочиями, так и не было создано. Не важно, как это будет, на самом деле. Большая прозрачность в том, что касается усилий по освобождению. Не надо рассказывать какие-то конфиденциальные дипломатические вещи, но надо хотя бы как-то держать в курсе и ответственности правозащитной организации, а особенно родственников, политзеков, что именно делали. Не отделываться общими фразами. У нас идет работа, но мы не можем вам рассказать об ее сущности. И, конечно же, уже просили об этом. Пока что бесполезно, чтобы президент встретился с родственниками политзеков. Они это просили недавно, в этом году. Еще приедем на банк, и этого не произошло. Максим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Далее давайте послушаем комментарии народного депутата Украины Светланы Залищук. Она говорит, что сегодня есть частные инициативы в помощи политзаключенным, а также часть народных депутатов работает на международных площадках. Давайте послушаем. Точка зрения Далее. 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 Есть что ответить на комментарии Светланы Залищук, пожалуйста. Ну и хотелось бы услышать, что в ближайшее время, какие в ближайшее время планируются акции, мероприятия по поддержке украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова. И, возможно, вы назовете те точки, куда могут приложить усилия те наши радиослушатели, которые хотели бы как-то помочь. Для пары мы отвечаем бесполезная программа. Ну, я очень рад, что Светлана Залищук привела какие-то примеры участия наших депутатов, на случай некоторых, в кампании по защите украинских политзаков. Это прекрасно. Но, видимо, надо делать больше. Надо делать все, что возможно. Конечно, помощь родственникам политзаков, честная личная от отдельных депутатов. Это очень хорошо, что происходит, но надо, чтобы государство систематически поддерживало. Так что видим, что эти усилия, они должны перестать быть частными усилиями каких-то отдельных групп лиц. Это должна быть постоянно действующая система. Пока что мы этого не видим. Если же говорить о том, какие акции запланированы, почти каждый день у нас сейчас происходят разные оценки. Даже не обо всех знаем заранее, но по призыву кампании с посетителем функционала предложено сделать 1-2 июня совместных действий. И, конечно же, в Украине, в Киеве, в том числе, будут акции 2-го июня. Запланировано уже примерно, пока есть набросок, большой акции солидарности на Майдане. Следите, пожалуйста, прежде всего за социальными сетями и распространяйте информацию о них. Это самый маленький склад, который вы можете сделать. Постоянно, например, каждый день, какой день Городовский, а не до Сенцова, с требованием освободить украинских коллегами из России. Вы сами принимаете участие разными возможными средствами, физически, приходя. Возможно, как-то ресурсно вы можете помочь в организации проведения подобных мероприятий и распространяйте информацию. Это информационная, прежде всего, кампания. Информация, чем шире она разойдется, тем больше надежд на успех. Не на какой-то серебряной куле, которая поможет решить... Да, я понял. Максим, к сожалению, время вышло. Максим Буткевич был с нами на связи. Радио Крымреалий. Сергей Макрушин провел эфир. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова